Пролог Благодарен и в досталь Которые мимо меня Не заметив прошли Взглянули лишь коса Змеёй струились чьи косы Занозуя в них Не вошёл и нечего то Ворошить. Мой ангел Хранитель сумел же меня Уберечь. По лезвию Острому кубарем там Я скатился. А Женщина в силе Снесла бы мне голову с плеч Теперь бы под старость Рыдал и в истерике Бился. Огонь Полыхал и дышал В облака. Из сердца Кострище сгорящее своей Головнёй. Но жив Оставался. Лишь бороду Сдуло слегка. Да тёплую ночью Прошедшее сладко кольнёт. Не мне Подбивать и итожить спектакль Необычный. Но не Был любим до беспамятства Дикой девицей. Не в сладость, Конечно, что чувствами Сад ископычен. Но снова я жив И в ночи не могу Надивиться. Как Славно, что кудри мои Никого не прельстили. Характер Не мягкий. Путаны Не липли ко мне. Страх Божий сковал. Моё тело Бесилось в могиле. А разум Треножил в гиенском Сгорая огне. Один на распутье Распутство был спутан. Наказан от матери Скромницы сверхмногодетной. Храни себя, сын мой. Казалось не раз, что Капут мне. Но корень Обрублен и вянут Светистые ветви. В таинственном Марьеве разум Совсем не терял. Работа до пота Сгорал в одиночестве Диком. То ветер Измен перемен В порошок Истирал. Прямил Не по карте, а в храме Минуты изгибы. Храним Несказанную милостью Божий вставал, Окруженный мечтанием Во сне Вопреки. В делах уникальных Сидел не в прихожей. Дивились на юного Близкие мне Старики. Не в жаркой пустыне, Не в келье В лесу отсиделся. В помощниках В деле Господнем Счастливые, Чистые сестры. Обстиран, Накормлен На шатком Своем табурете, Как в кресле. И ум мой Блудом неисточен, По-прежнему Острый. 9 ноября 2005 года Игла Игнатий Лапкин По скриптум Экклесиаст 7 глава 26 стих И нашел я, Что горче Смерти Женщина, Потому что Она Сеть. И сердце Ее Силки, Руки Ее Оковы. Добрый Пред Богом Спасется От нее, А грешник Уловлен Будет Ею. Теперь мой вопрос такой. Я 6 месяцев назад молился Богу, Чтобы Бог послал... Вы меня слышите? Я слышу, говорите. 6 месяцев назад молился Богу, Чтобы Бог мне послал Мою вторую половинку. Какая-то девушка Стала ухаживать Какая-то девушку. И ухаживать У него 5 месяцев. И через 5 месяцев Она мне скажет, Что У него есть Нет чувства. Теперь не знаю, Что делать. Как Сделать По воле Господу? Вот как. Довериться Богу. Если нет никакого чувства, Жизни-то никакой не будет. А то все будет тягость. Люди-то женятся по любви. Значит, Это не ваше. Надо Просто дождаться. Если по-другому Никак нельзя. Апостол Павел говорит, Лучше остаться одному. Потому что Будете иметь скорби по плоти, А мне вас жаль. Мы 3 года назад В Ереване были. У нас Миссионерская поездка была. У меня 38 книг. Я приехал Подарить И библиотеку. У нас Это все заснято. Нас там Очень хорошо Встретили. Мы Знаем, что вас Которые приняли христианство. Да, но Напрямую из Армении В Азербайджан Мы не могли ехать. Надо было снова В Грузию возвращаться. У нас там У меня крестик там. Жаль, что Вас не видел. Очень жаль, что Не видел. Тебе Мне мучает Этот вопрос От Господа Ли Эта девушка Или нет? Ну, в первую очередь Нравится она, не нравится. Теперь Ответное чувство Есть или нет. И надо молиться. Вот как Узнаем-то Мы молимся Об этом Просим Господа Чтобы положил На сердце Как правило Надо познакомиться С ее родителями Не просто она хорошая Она будет такая Непослушная Она тебя будет давить И ты будешь подкаблучней Будешь ее слушать все А жизни-то Она никакой не будет Одно дело Если она умнее тебя И Ну, может вести А бывает Просто любит командовать И у тебя такой Позор будет в жизни Над тобой дети Мало смеяться будут Это дело Очень даже Непростое Надо, чтобы был Какой-то Духовный человек Побеседовал Вы Верующий? Да Ну, у вас священник-то Есть там какой? Да, есть Ну, вы попробуйте К священнику-то ее Поговорить с ней Вместе сходите Чтоб священник Помолился И Тогда будет видно Мы вот в Москве Заезжаем Там Храм Христа Спасителя А рядом Метров 200 Там Берсеневский храм И там армяне у него Отца Кирилла Сахарова У нас хорошее отношение Его Арсен звать Арсен Он православную веру принял Крещение, говорит, принял И брат его там был И они мне звонят Мы иногда Разговариваем вот так же Вот Тут можно посмотреть Наши ролики с ним Беседы Стоят У него тоже там Какие-то вопросы Насчет работы было Трудно с работой Я говорю Ты в Москве А я в Барнауле Ты там Пойди к священнику-то Ну и поговори Работу надо Очень хорошую иметь Чтобы она была Заработная И По силам тебе была По разуму По твоему Это вопрос Очень непростой Раньше Она просто скажет Она просто скажет Что со мной Его интересно Его интересно Но У него нет чувства Нет чувства Для дальнейшего Вы какую Веру исповедаете Григоряно-армянскую Или православную Армянская церковь Армянская церковь Но у вас же там Есть священник Да, есть А она кто? Армянка или русская? Нет Она девушка Армянка Армянка? Да Ну вот Вы друг друга понимаете Вот если она не пойдет К священнику Вопроса никакого нет Разойдись И больше не Не смотри на это Значит для вас У Бога может быть Другое назначено Надо с ее родителями Я по этому Я по этому Тему с ней поговорили Она скажет Что Не хочет слушать Совет Какого-то человека Это не ваше Иначе жизни Никакой не будет Она тебя будет Душить и душить Под каблуком держать Тебе зачем это нужно? Еще не Замуж не вышла А уже она Козыряет тобой Это не годится Ты должен Как мужчина Сказал все Потом съездить Вместе к ее Родителям Познакомиться К своим родителям Приведи Чтобы они увидели Кто она такая Не просто так Вопрос тяжелый Да? Да Только так Главное Надо заботиться О душе Чтобы домашняя церковь была Чтобы вместе молились Если дети будут Чтобы дети были верующие Там кто-то есть у вас что ли? Такие звуки? Нет Телефон был Ясно Я вам понял Просто у меня Уже сколько месяцев Мучает этот вопрос Я с ней встречаю Но никак не могу Знать От Бога Или она Или нет Ну вот я вам сказал К этому вопросу Не возвращайтесь Если она не расположена Ну как ты? Ты воровать не будешь? Связывать ее не будешь? Если она тебя не любит Тут уже ничего не сделать Бывает так Что она Она Бывает к нему Не расположена У меня знакомая Такая была Но он парень Настойчивый Он Съездил к ее Родителям Родителям он понравился А ей не нравится Ну а потом Поближе-то познакомились А еще не женились Она его увидела А он такой специалист Он юрист У него все есть Верующий И она теперь Соседи-то знали Что Ей он не нравится А теперь Говорит Она его полюбила Ребятишки Я считаю Лучше его никого и нету Она его не хотела А как так Получилось Да А потом Знакомился Он не торопился С родителями Верующие молились И потом Ее сердце Расположилось А когда уже пошли дети Так И у нее все есть Все есть Он ее сильно любит И Он хорошо зарабатывает И Теперь Соседи-то узнали И говорят Вот какой пример Сама говорила Не люблю А сейчас без него Шагу никуда Она тоже С первым Сказали Что не любит Да Да Но я знаю Она мне Близко знакомая Девчонка Но родителям Она Когда поехали К ее родителям А родителям Он понравился Он самостоятельный У него квартира Хорошая Машина хорошая Он работает юристом Закончил институт Университет Или там С красным дипломом Очень умный И верующий Вот так Надо Богу довериться А если она Не любит Нерасположенную Надо домой Свозить ее Скажу Поедем пока Не прикасайся к ней Посмотрим Познакомимся А потом К священнику Пойти По вопросу Священника Она сказала Что Не хочет узнать Совет От другого человека Как другого-то Это духовный отец Где ты Причащаешься Как Это не чужой человек Это родной Священник Чужим не бывает Если ты там Причащаешься Все Исповедаться Все рассказать Как надо Вот так Главное Главное чтобы вы Вместе считали Святую Библию Вместе молились Вместе храм Ходили Вот тогда По другому будет А если просто так Так так-то Во всем мире Делают А толку-то От этого Тут ничего не сделаешь Это серьезный вопрос Вам сколько лет? 23 Я в 23 года Уверовал По Библии В 23 года Это Господь так делает Бог открывает И ты поверил А когда поверил Жена чтобы была верующей А неверующей жизни Никакой не будет Ты туда Она туда Вот так вот и будете Тянуть друг друга Она не будет слушаться Ты в командировку Она пойдет гулять куда-то А если она верующая У нее страх Божий есть Ты поехал куда? Сказал священнику Чтобы она ходила Тут молилась И друзья были верующие Смотри как Дружные люди-то бывают Когда верующие А неверующая Ее ничего не обязывает Таких как ты Она на каждом углу найдет А когда верующая Она понимает Нельзя ничего делать Это грех Это нельзя Вот такой Значит Значит ваш совет Что познакомиться С ней родителями Да обязательно И к своим родителям Свозить У вас родители есть? Да Вот Родственники Познакомить Чтобы она увидела Что вы непроходимец какой-то Что вы самостоятельный Что можете ее Говорится Содержать Вот так А если она будет Отвлекать этот вопрос? Если она не поедет Уже вопросов нет Она не хочет Забудь ее Забудь Молись Если ты должен быть женат И Бог тебе как-то пошлет другое Как так? Мужчин меньше так И она козыряет Что она думает? Как так? Работаешь где-то? Да Ну она тебя знает Что ты работаешь Что у тебя Средства есть Квартира есть А ничего нет Да как жениться-то? Я сам-то женился У меня и квартиры не было И она такая же Но оба верующие Мы в храме Вокруг друзья Ну а дальше уже Оба работаем И дальше Квартира уже была И все остальное Да пройдет время Вас как звать? Артур Артур Вот когда пройдет время И вы вспомните Что я вам говорил Не настаивай даже на этом Просто помолись Посоветуйся Можешь сделать так Сначала к священнику Сходи ему Расскажи все Посоветуйся Чтобы он помолился А потом с ней Начинай говорить Свозить к родителю А она не хочет Не хочет Потому что она не твоя Как ты ее не потянешь Селом Это вопрос не на день Я не против Познакомиться С ней родителем Но если она будет А она не хочет Тут ничего не сделаешь По любви надо было Чтобы Жена да боится мужа Боится мужа Это Евангелие написано А апостол Павел Посланник Ефесянам А мужчина да любит Жену свою Вот так У вас Библия то есть? Считайте Слушаю по аудио В аудио? Ну все равно У нас здесь в Барнауле Армянская церковь есть И когда нас собирает Глава города Религиозных деятелей Там всегда бывают Священники Репсимия у них Храм Вейма Репсимия Святая Репсимия А та Репсимия Она была еще когда не было разделения Это и наша святая Она точно православная Наша святая А апостолическая Григорияно-армянская церковь Она идет от апостольских времен У нас в 4 веке уже было А у православных В 10 веке На 6 столетий позже пришли У вас там есть Там Халкидонский собор Что-то не так А когда мы говорили А священник говорит У нас все понимаем Как православные Мы все одинаково Правда крестят неправильно Надо погружать полно Чтобы в воду Человек ушел Три раза в воду А у вас как-то там В чашку руки положат И совсем никак Значит нужно молиться Богу Чтобы Бог послал Другого человека Или молиться Если она не моет То Бог каким-то образом ее Ну этот вопрос трудный Как бы как уже Ты уже полюбил тебе Расставаться неохота Ну и не мощен как себя По молестии все Нет значит нет И на этот вопрос никакого нет Дальше Бог усмотрит Этот вопрос переживается Несмертельно А то В Сирию-то он поехал Один русский там Костенко А что-то она ему письмо написала И он застрелился Что нормально разве? Какие переживания родственникам? Да и самоубийца Самоубийца не спасется Он в ад пойдет Надо помнить об этом После смерти наступает другая жизнь В рай пойдешь ты Или в ад Вот об этом заботиться надо А эта красота Она сегодня красивая А завтра уже состарилась Ты ищи доброе сердце Чтобы она была послушная Чтобы она за тебя ухватилась И ни шагу никуда Да Вот так Мужиков-то намного меньше Вот у русских на 18 миллионов Меньше 18 миллионов Женщин замуж уже не выйти никогда им Мужиков-то нету Они запилились Да Закурились Понятно Божество ведь мне очень Помогло Так вы Если посчитаете священное писание Или вы слушаете И какие-то вопросы Духовные Там непонятно Где-то Вы сходите к священнику К своему Он у вас так называется священник? Отец Отец У нас точно так же называется И на бумажку запиши вопросы Приди ему все Расскажи Напиши И оставь ему На бумажке Как звать эту Женщину Девушку-то Расскажи Чтобы Раз ее нету Чтобы он помолился о тебе Бывает Один раз помолятся И все меняется Все Отец Один раз помолился Да Ты никуда от священника не отходи Он для того Отец и поставленный Чтобы смотреть за тобой Ты его как Дитё Ребенок Он заботится? Я вам честно скажу У меня уже Сколько месяцев Даже Вам скажу Что лет У меня есть мысли Что Я стану священником Я просто А священника как звать? Что я стану священником У него есть мысли Что он станет священником Вы священником будете? Но раньше 30 лет нельзя быть Надо только Когда 30 лет исполнится То есть через 7 лет Только можете быть священником Это правила Каноны Так что никак раньше Нельзя ставить Даже если тебя толкать будут И тогда не соглашайся Ну вот все Если вопросов ничего нет Спасибо Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok